Добрый вечер, господа друзья! Приветствую вас обратно на моем канале. Сегодня мы будем готовить варенье. Варенье необычное, из кабачков. Можно варить не только из ягод и каких-то фруктов, но можно и из овощей варить. Посмотрите, у меня уже есть одно варенье из морковки. Очень вкусное, кстати. Одно у меня есть наполовину кабачки, наполовину яблоки. А сегодня мы будем готовить интереснейшее и вкуснейшее варенье кабачковое с лимоном и с мятой. Ну вот, будем готовить два дня, потому что на ночь будем оставлять с сахаром, а нам на второй день уже будем продолжать. Что же нам понадобится? Понадобятся кабачки. У меня вот такие кабачки, у которых я каждый... Мне три кабачка было. Я разрезала их все на четыре части, вот так вертикально, и покажу, как очищала от семечек. Кабачки почищены. Также у меня почищены лимоны. Видите, они без кожуры, потому что я кожуру уже сняла. Вот она. Вот с такими мелкими вот... Вот такие мелкие кожурки. Главное, чтобы не было этой белой части, она горчит. Можно, конечно, и на терочке натереть. Это как вам удобнее. Я использовала вот эту штуку и как картошку почистила и сняла просто кожуру. Надо будет где-то 12 гвоздичек. Ну и мята. Свежая мята у меня здесь 25 граммов. Ну и сахар. А сахар будем брать из расчета на килограмм 600 грамм. Это уже вы посчитайте, сколько вам сахара понадобится. Вот. Ну, начинаем. А начнём с того, что я вам покажу, как я очищала... Покажу, как я очищала кабачок. Я уже сказала, нарезала на 4 части, сняла сперва кожуру и потом вот ложечкой, ложечкой вот всю эту нечисть посерединке, да, я убираю. Вот. Бескабливаю. И чистая лодочка. Быстро и эффектно. Вот. Вот чистая лодочка. Ещё давай. Вот. Раз и всё готово. И таким образом все кабачки очищаем. И потом будем их тереть на тёрке. У кого есть тёрка на тёрке, я, большая лентяйка, я буду тереть на своём аппарате. для... Ну, электрическая у меня такая тёрочка. Ну вот, господа, друзья, и сейчас я буду тереть. Тереть на... Ну, не на такой тёрочке, вот не на такой, а на более мелкой. И поехали. Ну вот, всё натерела. Натёрла. Натёрла. Ну вот, из трое кабачков мне получилось вот столько массы. Мне было 4,5 килограмма кабачков. Уже очищенных, да, вот таких. Тут есть и водичка, да, ну, от кабачков, то есть сок. Поэтому добавлять воду мы никакую не будем. Так. Теперь нам надо туда добавить вот этот лимон, лимонную кожуру. вот, я её просто туда закинула. И... надо ещё нам выжать лимон. 4 лимона даже. Я беру лимон, перерезаю и вот выдавливаю сюда. вот этот сок, который тут выйдет из 4 лимонов. Мы добавляем туда же в эту массу. Вот. Хоп! И... и туда. А вот этот лимончик, который остался, я его оставляю, положу в баночку. Вот. И я его буду использовать, когда я буду пить чай. Я ничего не выбрасываю. Так. Вот это, что мне осталось, да, я просто посыплю сахаром и оставлю. Я его буду использовать для чая. А вот эту часть, вот эту, нам надо размешать и посыпать сахаром. Я попробую уже распределить по кастрюлям, чтобы завтра уже просто можно их поставить и начинать варить. Значит, если я ее разделяю наполовину, будет 2 200 в каждой кастрюле. И на это количество я так посчитала, что мне надо 2 700 сахара. Но это еще не все. еще надо нарезать мяту. добавляем. Добавляем мяту. ну и 12 этих, как они называются, и 12 гвоздичек и 2 700 сахара. ну вот, и вот эту массу надо поставить до утра. До утра сахар весь растает, и мы уже сможем их варить. Ну вот, мне получились вот такие 2 кастрюльки, я их оставляю на ночь. И завтра продолжаем. А так, до утра. Добрый день, господа, друзья. Приветствую вас опять обратно на моем канале. Сегодня мы продолжаем варить варенье из кабачков. Вот, простояли мне всю ночь кабачки. Сахар распределился. вот, видите, вот такая жижа получилась. И сейчас мы будем это все варить. Варить будем так. Когда появятся первые пузырьки, с того момента полчаса. То есть на самом большом огне пока пузырьки и потом полчаса на таком медленном огне. И все время надо перемешивать. Это точно. Вот так. Ну, я иду варить. Ну, вот, господа друзья, варенье варилось полчаса сначала в булькане. Будьте осторожны. Оно когда варится очень булькает. и все это летит повсюду, поэтому надо обязательно накрывать крышкой. Ну, как вулукан варится. Даже на мелом, не на большом огне. Ну, вот, и вот такое варенье у нас получилось. Сейчас я его буду отправлять в баночки. Ну, вот, и я открываю баночки. Как я стерилизую баночки, посмотрите, в предыдущих моих видиках. Я в четырех предыдущих показывала, как я стерилизую. Я 6-7 минут держу в микроволновке мокрые, только что помытые баночки, ставлю в микроволновку в 6-7 минут и потом крышки 10 минут в воде. В сотейнике наливаю водичку и кипячу 10 минут. И вот таким образом. Ну, вот, и сейчас я это всё переливаю в баночки. Смотрите, какой интересный цвет у варенья. Он такой, ну, как зелёненький. закрываем и переворачиваем. это варенье очень вкусно, если вы подаёте сырный чай-спрейт, как это по-русски, сырный поднос, не знаю, как это по-русски, сиероплаты. и если у вас там есть козий сыр. Вот с козьим сыром очень вкусно. Ну, вот, посмотрите, господа, друзья, у меня получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять баночек. И ещё одна баночка, ну, такая, чтобы просто показать, ну, как оно там внутри выглядит. Вот так. Очень красивый цвет, очень необычный цвет, и вкус необыкновенный. Действительно, попробуйте, сделайте, это же кабачки недорогие, у нас вот эти, которые я сейчас готовила, это мои родственники в посёлке Пуре вырастили сами, так что спасибо им. Ну, а в магазине сейчас недорогие кабачки. Можно и цукини использовать. Так что, ну, дерзайте. И сейчас я попробую. Вот, я беру вот эту баночку и попробую, какой он на вкус. Знаете, такой очень-очень необычный. Он хрустящий такой, хрустит. На вкус кисленький, кисленький, отдаёт лимонам, ну, и просматривается вкус, вкус мяты. довольно так чувствуется эта мята. Ну, я думаю, если пить чай вечером, то с чаем классно. Если что ещё можно? А, ну, вот я уже, как говорила, с сыром чиз-плейт делать, да, и там подавать, с чиз-плейтом. Ну, ну, и, конечно, с блинчиками, почему нет? А, я думаю, тоже и с мясом можно подавать. Думаю, что и с мясом. Оно довольно сладкое, но я думаю, с мясом тоже можно. Вот этот мятный вкус определяет возможности разные. Вот так. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я вас жду обратно. Ну, а-да, а-да. До свидания. субтитры